ну как ты отошла от поездки в москву знаешь я сегодня проснулась утром светит солнце я понимаю все мы дома и солнце вернулось на место у нас больше не надо никуда лететь спешить торопиться и даже солнце оно не удивительно да для нас естественно это вот есть не не возвращение с бали вот сейчас возвращение когда ты внутри вернулся потому что с бали прилетел сразу узнал что тебе надо уезжать в москву а здесь все ты вернулся ты свободен вот она свобода солнце и тут же появилось солнце я сегодня просыпаю солнечные лучи озаряют спальню и понимаю что классная дома и это здорово но при этом есть очень теплое греющее чувство о москве раньше у меня этого чувства не было я для себя вдруг в эту поездку открыла что вообще с тобой безумные люди а когда мы поставили встречу в москве мы ведь но мы понимали что будут москвичи да ну это же очевидно москвичи но при этом сколько москвичей с кем мы реально работаем кто у нас проходит обучение же единицы для нас москва это вся россия то есть для нас москва это вся россия вот это вся россия да поэтому когда на встрече были люди там пермь омск томск там человек на байкале от нас узнал там и пошло нас это было как москва а когда ты понимаешь на встречу откуда человек приехал вот это было очень ценно и мы когда вот делали шаг москву и говорили да встреча в москве мы москвичи придут но мы-то понимали что пермяк это москвич это москвич это все москвичи и только на встрече вот когда смотрел в глаза и понимал что люди летели на самолетах летели чтобы встретиться это было невероятно это бесценно это невероятно вот ну и поездка в москву вот это она но ведь на машине ехали впервые по москве ездили за рулем на машине и это конечно небо и земля по сравнению с минском ну ритм это само собой другой вообще как климатические зоны когда мы переезжали как границу переезжали это вообще отдельная тема прям полосами да вот это было интересно да шок был когда мы переехали вот эту полосу там где мстиславль смоленск вот эта вот часть которая идет при граниче когда там накрыл снежный буран то есть он длился там 90 наверное или 80 километров это просто было просто едешь и понимаешь что на летней резине и ты этого не ожидал вообще не ожидал настоящая зима да да так там и деревья голая стояли там на деревьях нет листвы там сугробы лежали там назад вот даже когда мы возвращались вчера там деревья стояли вы не замерзшие а в москве листья зелень потом снег выпал и растаял а в минске так вообще снег не выпадал и листья зеленые он полностью все стоит помидоры еще растут то есть настолько разница в температурах большая наверное но градусов 5 это как минимум с минском а может и все 10 то есть у нас значительно теплее вот вот этот момент был мы граница меня немножко поразила удивило то есть летом когда мы ездили там ну мы же при граниче часто ездим туда-сюда как вот когда переезжали границу летом во первых досматривали машину досматривали полностью во-вторых там паспорта их записывали потом со мной вел беседу какой-то мужик который пытался узнать зачем я летала на мальдивы в бразилию там и так далее то есть я когда это вспоминаю мне ржать берет вообще какого тебе к тем штампом что у меня в паспорте а когда мы ехали сейчас мы даже с машины не выходили паспорта показали так белорусы едем все ни машину не открывали ничего то есть вообще границы нету границы с россией нет сейчас сейчас ее нету реально и это было приятно конечно приятно и спокойно и видишь ты летом столкнулась с тем что на этой границе беларусь и россия был досмотр да а я же этого вообще никак не не касалась то есть меня в моей реальности этого нет и ты сейчас говоришь и я понимаю что как вот как сон очередной сон который прошел и сейчас другое совсем другой сон другой сон да так и есть другая реальность потому что вот слушая тебя на границе беларусь и россия чтобы был такой досмотр досмотр такой как-то нелогичные а перекопанные деревенские дороги да тоже да когда ты не можешь за травой проехать ты знаешь что ты там всю жизнь собирал траву а тебе проехать а там пи этот ров противотанковый перекопа это вообще не не ложилась логично не ложилась голову да для меня было абсолютно нормальным вот такое когда ты в окно показал паспорт и поехал меня всегда в памяти только так понимаешь и поехал а когда ты рассказываешь другое то что за полоса такая не знаю это как зима полосы точно да вот кстати и вот эта зимняя полоса она под смоленском накрыла помнишь шутку когда да вот поэтому немцы замерзли под смоленском да 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 ловушка такая для немцов там свой микроклимат там кстати привоза отличается и красивая там рвы эти долины речные эти красивые невероятно вообще трасса красивая ну и действительно смотри такая прям отличающаяся место не полоса наверное для нас это полоса потому что пересекали а место получается отличающие отличающие прям свой микроклимат какой-то свой да так даже назад когда мы ехали там опять таки вот вот участок который со своим каким-то холодом с морозом и со снегом вот мы с москвы выехали там же уже все растаяло там было тепло и тут заезжаешь ты снова въезжаешь в зиму да проезжаешь там пару часов и начинается пару часов наверно час и потом выезжаешь и ты снова восемь да да вот именно вот это удивительно как будто вот какой-то такой островок островок да причем туда же мы ехали по одной дороге назад по другой а все равно равно чувствую сразу да да вот эта территория как со своими кроклиматами почему мы говорим про полосу но я так понимаю участок какой действительно по истории а где еще могли замерзнуть только там могли не замерзнуть при этом дорога там кстати дорога там вообще не отличается от дороги по беларуси там вот ровно такая же ширина разметка все 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 да то есть вот смоленская область она отличалась от московской области вот когда въезжаешь московской области там уже все не так вообще когда ехали по московской области у меня внутри все время шел степ у меня возникало ощущение, что светофоры, их дарят на день рождения каким-то очень высокопоставленным ГИБДДшникам и говорят поставь в любой деревне, где захочешь. И зарабатывай. И к нему еще камеру в подарок и табличку под знак деревни, под населенный пункт. И будешь там зарабатывать. То есть вообще нелогичные места, где стоят светофоры. У нас разметка там обычно висит мигающий знак. Ну просто мигает желтый свет и говорит, что здесь есть прилегающие дороги и кто-то может выехать. И кроме того, у нас практически везде на крупных перекрестках у нас везде развязки. А там развязок нет. Их просто нет. Их просто не строили. Хотя я не верю, что СССР не выделял на это деньги. В том-то и делал. На развязок там нет. Это вот светофоров. И просто едешь, и вдруг раз, стоп, ты стоишь, а там пустая дорога. Некого пропускать. Хотя бы уже датчики на движение поставили, что там машина подъехала, движение есть, и тогда светофор переключился на красный свет. А так получается вообще нелогичные остановки. И причем частые. И очень частые, да. То есть ты только набираешь скорость, торможение, только скорость, опять торможение. То есть вот отмучился по Московской области, проехал, потом в Смоленскую выехал, выдохнул, уже тебе полегчало. А потом въезжаешь в Беларусь, а там 120 плюс 10, 130. Пошел. Свободен. Никаких проблем. Никаких придумок, выпендриваний. Если камера, то она 10 раз обозначена, что там камера. И ты не можешь ее не увидеть и не затормозить там и так далее. Ну, здесь тоже, если камера, то оно же предупреждало. Ну, там знаки стоят, камера, а камер нет. А камер нет, да, да, да. Или наоборот, камеры есть, а знаков нет. Да. А еще меня, знаешь, что сразило? Ну, это в Москве, наверное, больше сразило. Это камеры на разметку. Угу. Ну, я понимаю камеру на полосу общественного транспорта. У нас такие камеры есть, их немного, но есть. Ну, у нас по ним и не ездят. Автомобилисты. И у нас разрешено электромобилем. У них не разрешено электромобилем. И при этом камеры на разметку, конечно, это жесть. Яндекс просто, он постоянно говорил, камера на разметку, камера на разметку, камера на... На полосу. Камера на полосу, да. И он не затыкался. И я сперва не понимала, что это за фигня такая. Неужели у вас все так плохо с полосами? Я этого не понимала, пока мы не стали в пробке, вот в центре. И там я поняла, зачем камеры на полосу. Ты знаешь, вот для примера, если мы берем Минск, и там впереди случилось ДТП, например. И люди знают, что там ДТП, они просто останавливаются и едут по одному, один за одним. И знают, что если из уважения, то одна машина проходит, и если кого-то, то пропускает следующую. Через одну идет, уступи дорогу. То есть это уважительное отношение к такому же водителю, как и те, которые находятся рядом. А в Москве меня сразило. Вот да, ну там машина одна щемилась, поцарапала другую. Протокол заполнять не хотят. Ждут милицию. Все перекрыли, перегородили, когда мы объезжали. Но когда из четвертой полосы перестраются в первую, для того, чтобы потом перестроиться в четвертую, с целью опередить на полкорпуса автомобиля, я понимаю, что это тревожность и нервозность водителя. Он просто не может стоять на месте. Ну так уже поставь машину, выскочи, ты попрыгай вокруг этой машины. Если ты не можешь сидеть, у тебя все чешется. Но он при этом начинает щемиться, подрезать других. И в итоге он создает следующую аварию, следующую аварию, и она уже идет как снежный ком. То есть это вот на самом деле не уважение к своим же рядом гражданам. Но это не уважение к себе. Это не уважение к себе. И тоже, когда мы смеялись тогда в машине, мы по привычке пропускали всех. Ну щемишься лезь, ну щемишься лезь, ну щемишься лезь. И потом видим, что если ты относишься хорошо к человеку, то благодарят за это только водители на иномарках, не Audi, BMW, Lexus и не на новых этих машинах. Новые машины, вот что были, действительно дорогие автомобили, ни один не включил аварийку и не сказал спасибо. Типа весь мир им должен. Вот меня вот это тоже сразило, потому что если ты у нас пропускаешь БМВ, он обязательно мигнет спасибо аварийкой. В Москве нет. Вот это, конечно, было... Я на это не обратила внимания, потому что вы же там сидели впереди. У нас с Димой это даже вызвало шок. То есть если ехала, даже Бэха старая, она мигала, спасибо. Если новая БМВ, особенно если женщина за рулем, все. Ноль. То есть весь мир должен. Вот это было шок, конечно. Ты знаешь, я, наверное, ну не знаю, может быть, со своей точки зрения я могу как бы оценить это. Ну там может быть по машинам, как вы видели впереди, там новая машина, не новая реакция. Но я просто на то движение, которое я видела в Москве, оно плотное по всем полосам. И я понимаю, что когда человек перестраивается, я по себе сужу. Именно в таком плотном трафике, то, ты знаешь, если еще мне вот кнопочку аварийку найти, то я еще больше сделаю пробку. И поэтому тут, знаешь... А у нас тогда включают и на аварийке перестраиваются. Я как-то по себе, когда вот этот момент, ты волнуешься перестроиться и еще вспомнить. Я могу потом сделать, но вот в этот момент как бы я нет. Я не могу. Ну видишь, почему-то женщина на дорогой машине не может, а женщина на дешевой машине может. Ну я даже говорю, что я не видела ситуацию, я не видела. Мы просто смотрели, если бы это был единичный случай, то есть это вот система, системно вплоть до того, что когда начали перестраиваться, там были две сразу в одном месте машины, отъезжающие от офиса, две дорогие. Мы даже с Димой сейчас обе не помигают, и обе не помигали, потому что они дорогие. Вот, то есть вот ты смотришь, и ты сразу по автомобилю можешь сказать, как человек себя будет вести на дороге. Он сразу едет в состоянии, мир тебе должен. Вот тоже вот это удивило. И я понимаю, что уважению тогда вынуждены учить через камеры, через штрафы, деньгами. Просто это неуважение к себе и неуважение к другим людям, к тем, кто рядом. Вот эти хаотичные перестроения, нервозные перестроения. Там просто, Наташа, там по-другому невозможно. Ну почему-то невозможно. Ну таких плотных нет у нас, плотных. Смотри, ну как по мне, так эти камеры, они стоят на полосы для того, вот действительно в этих ситуациях, когда плотный этот поток, вот как мы видели аварию, для того, чтобы разобраться потом, кто был, ну то есть как бы, кто не было предъявлений, что, знаешь, как пинг-понг такой, я не виноват, я не виноват, я там то-то, то-то объяснить. А тут четко была бы камера, и все, и рассудили все. Ну не знаю, это я, я как-то, я видишь, сзади ехала, и я не могу, я просто чисто по себе сужу, я вижу это так. Тем более, когда я была в Москве, вот когда, ну много раз была, когда я даже оставалась там на неделю, на две, я для, и в этот раз тоже, едя сзади, я отмечала для себя наоборот вот этот, знаешь, как, даже где-то Диме я говорила, если тебе надо перестроиться, ты покажи, ты тыкнись, и тебя пропустят. Ну кто-то не пропустит, но надо показать, потому что я знаю, что в Москве надо обязательно выдвинуться, и тебя пропускают. Где-то здесь, здесь, ну могут не пропустить. Ну вклиниться в поток всегда. Ну вклиниться, потому что иначе там двигаться невозможно, иначе ты будешь ехать как в потоке, знаешь, как щепка, куда несет, туда несет. Ну вот, я как-то к этому отношусь, видишь, может быть, если бы я сидела впереди, я поувидела твоими глазами, но я посидевшую. Когда ты идешь в потоке на скорость, и там пропускают, и там очень даже комфортно ехать. То есть, когда ты едешь по такой, по большой артерии, там как-то вообще напряжения нету. Там все спокойно, все нормально. А вот когда ты уже останавливаешься в пробке, и начинают люди щемиться. Там, да, там уже. Там жестко идет все. Просто сами поведенческие реакции. Такое ощущение, что вот человек бежит, 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 а тут случилась остановка, а он не может не двигать ногами. Он продолжает бежать, и тогда включается у него Вот эта ситуация, когда у нас мужик там с какой-то там полосы, ну это было в наглую, конечно. Ну, видишь, там, если почувствовать этого мужчину, он просто сбрасывал нервное напряжение, и он искал, кого еще спровоцировать, кто с ним пойдет на... Ну, кто ему факт, грубо говоря, покажет, и с кем он будет податься и конкурировать. Да-да-да, это было как... Ну, вдарь меня, вдарь. Ну, что ты можешь? Это вот такой вызов был. И знаешь, и кто отреагировал таким, он тогда... Пошел бы в разнос, да. А тут сидят, ржут на них. А тут, да-да, реакция неожиданная. Он и поехал опять... Следующего подставлять, да. Да, здесь вот было вообще очевидно. Ну, вообще, вот этот опыт, он был интересен. Да. Это был первый опыт. Потом, наверное, это все эмоции улягутся, потом спокойно сможешь ездить и по Москве, и везде. Очень было неприятно, когда навигаторы отрубились в Москве, в центре. Да, вот это, конечно, да. Это как-то даже ты теряешься просто. Ты находишься в этом потоке, в этих пол... А куда? А куда ехать, когда все остановилось? Но, слава богу, Дима очень хорошо помнил картинку в голове, он просто воспроизвел это. А потом уже, когда выехали, снова навигатор заработал, мы оказались там, где надо. То есть, вот... Ну, еще и разные навигаторы просто, они срабатывают. По-разному. Где-то раз и подхватило какое-то, да, тут еще это срабатывает. Ну, да. Ну, то есть, 100% Яндексу доверять нельзя было. Он вылетал. Ну, в принципе, интересное было путешествие. Мне очень понравилось, что мы поселились на Таганке. Мне очень понравилось, что мы поселились прямо вот в старом квартале. Вот просто в сердце. Мне вызывало смех то, что вокруг нас мы просто в треугольнике трех церквей жили. Там, где мощи еще этой вот Матроны Московской. Это же вообще прям попасть. То есть, там вот Степ нашего подсознания, он просто творил чудеса. Плюс сам дом планировки. Там все было такой старый. Не отель, а... Ну, прям Таганка была. Вот прямо у нас была конкретно Таганка. Да. И мне понравились вот эти вот... Вот это молодежное внутри настроение, да. То есть, как Дима. Не там, пойдем там в какой-то ресторан, при отеле, там еще что-то. Нет. Мы шавуху прошли, шавуху. Там еще какие-то кафешки, какие-то забегаловки какие-то. Мне очень понравилось. Я себя чувствовала 20-летней. Вот именно такой движ внутри был, когда мне было два. Я всегда себя чувствую 20-летней. Я не знаю, о чем ты. Я и в кафешке, и в шавуху, и в Минске, где угодно. Без проблем. Ты же знаешь, я часто хожу, гуляю, выход. Поэтому для меня как-то... А там вот этот движ, он был просто... Мне очень понравилось. И мне очень понравилось место. Ты просто вырвалась. Я тебе скажу так. Ты просто вырвалась. На свободу, вот и все. Ну, возможно. Да, сто процентов. Причем не просто я, а мы с Димой вырвались. Да, да, да. Да, так я это имела в виду, конечно. Я вообще с Димой очень люблю путешествовать. Неважно, какая страна. Сейчас была Россия, до этого у нас была Литва, до этого была Польша. То есть мы когда с ним вдвоем куда-то уезжаем, мне очень нравится с ним путешествовать. Вообще просто невероятно. Вот теперь ты можешь понять, когда не понимала меня, когда я с дочками, то с одной, то с другой. Я все время, мне нравится это. Вот оно, чувствуешь себя среди молодых, ты чувствуешь себя молодым. Вот мои выходные с дочками. Вот теперь ты можешь это точно так же прочувствовать. Вот оно. Ну, ты выходные в Минске с дочками проводишь. Да, где угодно. Мы с Димой вырваемся куда-то. Я езжу и с Леркой же куда-то, и со Светой куда-то езжу. В Москву ездили. Это нет. С Леркой, Лерка же у меня со мной. Ну, вот эта поездка была в этом плане для меня такая молодежная, заводная. Ну, а уже сам, сама встреча, сам курс, который мы проводили, это вообще даже... А для меня это вообще был первый такой опыт. Для меня это был вообще первый опыт выхода на аудиторию. Ну, ты знаешь, у меня не первый опыт выхода, но за границей первый. Но видишь как, тут совсем другая встреча была. Я вообще привыкла, что я выходила перед аудиторией, всегда представляла тренера и уходила на задний ряд смотреть, как он работает. То есть, мне не надо было работать с аудиторией, мне не надо было вести мероприятия, мне надо было смотреть, как работает тренер. Вот, поэтому для меня было удивительно вот этот новый статус, новое состояние. Но больше всего меня, конечно, эмоционально очень сильно подрывало вот эта искренность, вот эта благодарность, вот эти встречи. Знаешь, первое чувство, когда ты видишь человека... Мы же с людьми работали и видели их изнутри. И когда ты видишь человека изнутри, тебе кажется, что он вот этому внутреннему должен соответствовать такой-то снаружи. И вот этот снаружи, а тут ты видишь, а человек вообще не соответствует. То есть, содержание не соответствует обертке. И вот для меня это были шоковые состояния. Особенно вот первый шок, когда мы с Наташей начали общаться. Она подошла и говорит, я Наташа, я мама, там Криса, Забавы. И у меня шок. Потому что я всегда видела Наташу большой такой, на каблуках. Все такая элегантная, вся такая властная, вся такая деловая женщина. А тут я смотрю, стоит хрупкая девочка. И маленькая такая, щупленькая такая. При этом сколько ж в ней этой силы, чтобы все это волочь на себе. Сколько. И у меня такой шок, несовпадение вообще, полностью нестыковка. Я-то ее видела на фотографиях, все. Но вживую это все по-другому было. И так на каждом человеке. У меня точно так же. И глаза, и вот эти теплые чувства. Но это невероятно было. То есть мы всегда видели конфеты, а тут мы видели обертку. И это был первый раз, когда мы видим обертку. Я, да, я видела глубину. Вот я могу сказать, что я с каждым человеком, общаясь, или даже просто глядя на него, я видела глубину. Я как будто… У меня такое чувство было, что я глубоко общаюсь, где-то глубоко. Где-то гораздо глубже. Ты знаешь, как суть сутью, наверное. Я даже не знаю. Вот глубоко. Я не видела. Или даже сказать, не не видела. Я не могу ответить. Как? Как это у меня происходило? Это как-то, видимо, моё какое-то своё видение. Но я с каждым человеком общалась глубоко. Другого слова я подобрать не могу. Я смотрела в глаза. Я видела лицо. Я видела, слышала всё. Ну, то есть полностью видела эмоции. Видела улыбку. Улыбку. Да. Но при этом я как будто… Да, я знаю, как скажу. Как без одежды. Вот без тела общалась с человеком. Одежду я имею в виду тело. Одежда. Как вот без тела я чувствовала человека. То есть суть сутью точно. Сознание сознанием. Сознание. Вот я не могу по-другому. Именно так. У меня даже, я общаюсь с людьми, я возраста не замечала. Вот абсолютно точно могу сказать. Я не могу… Возраст вообще он отсутствовал. Я не могу даже, да, вот я не могу в памяти, да, вот проанализировать, у кого какой возраст. У меня даже этого вообще не возникло. В памяти вообще глаза остались. Да. Вот всё. В памяти глаза. Всё. Глубина глаз. Я бы сказала, даже глубина глаз. Вот так. Интересно. Для меня необыкновенный опыт. Необыкновенный опыт чувств. И наблюдения там мне очень много дали. Ещё больше раскрыли чувств во мне. Ещё больше раскрыли знаний во мне. Много чего. Большой объём того, что я там получила благодаря этой встрече. Ну, вот смотри. Там же вообще были, когда мы вели занятия, занятия, кстати, вообще полностью, вот ведение курса того же самого, полностью отличалось от работы онлайн. Ну, во-первых, потому что там и онлайн была группа, и живая группа, да. Но если ты ведёшь онлайн, ты здесь сидишь, у тебя есть компьютер, ты можешь где-то посмотреть, о чём говорить дальше, да. То там получалось, что ты как вначале сел на поток, так в конце ты закончил поток. Вот ты выдал всю информацию. Это как плодородный пласт так раз и вывел на поверхность. И вот у тебя не было вот этого разрыва в информации. То есть, когда ты, например, когда онлайн работаешь, так, я расскажу об этом, я расскажу об этом, я расскажу об этом. А здесь нет. Я начал, я закончил. А всё остальное, это был поток, поток ориентированный на эту аудиторию, которая сейчас сидела возле тебя, чтобы она тебя услышала. То есть, вот как неведомая сила из тебя вот эти знания выдавала, и это был ты при этом. То есть, вот это тоже интересное очень состояние, состояние знания, глубинного знания. Интересно было тоже прожить этот опыт и осознавать, что на самом деле эти все знания в нас, и мы их просто проговариваем сами себе в каждых глазах. Ну да. Когда задавались вопросы, ну вот из глаза в глаза, задаются вопросы, и вот, а ты понимаешь, отвечаешь. И я понимаю, я конкретно понимала, вот я для себя, я понимаю, что я отвечаю, я в потоке отвечаю, ну, я осознаю конкретно ответ человеку конкретно, знаю, почему у него это всё, откуда это происходит, да. И я отвечаю, и в какой-то момент я себя останавливаю, потому что я вот именно вот этот, когда глаза в глаза, не так с камерой, а глаза в глаза, я понимаю, что если я начну говорить дальше всё, то с этим человеком у нас будет очень большой, то есть как время, знаешь, так растянется, и там будет много, ещё больше вопросов, потому что я могу затронуть те темы, которые ему будут болеть. А если они ему будут болеть, то это значит, что если я их подняла, то я же должна их и помочь осознать. И вот это я настолько чётко словила, что большая разница с камерой и без камеры, потому что это больше тогда... Времени, больше охват, то есть уделить внимание человеку на один вопрос может затянуться на день, да. Так смотри, мы же изначально вообще... Когда ты видишь сразу отвечать, человек отвечает, и я понимаю, что... И я где-то раз понимаю, ловлю ступор, человек не услышал. Понимаю, если я ковырну там дальше, вот как было с мужчиной, ковырну, если дальше, то ему будет очень-очень больно, а значит, мне надо будет и сюда идти. И я так остановила. Ты знаешь, мы ведь изначально с тобой анонсировали в онлайне, что будет встреча, вопросы, ответы. Люди будут ставаться вопросы, ответы. А встреча получилась не вопросов, а вопросов. Да, 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 да. Встреча получилась встреча благодарностей, встреча объятий. И при этом, когда люди сами делились своими историями, возникали какие-то темы, которые были важны всей аудитории. И вот когда мы на этих темах делали акценты, раскладывали тему, самое интересное, вот буквально даже вот про концентрацию внимания мамы на болезни или на здоровье ребёнка, и как она держит обратную связь с нами, зачем эта связь нужна. Казалось бы, элементарный вопрос, мы 10 раз он в онлайне это говорили, и ты знаешь, а мне в обратной связи в тот же день написали мамы, мы наконец-то поняли, зачем вам писать, мы исправляем свои ошибки. Вот те мамы, которые не в чате, которые с нами напрямую работают. И я как-то, они услышали нас, они услышали нас только благодаря тому, что мы общались с другими мамами. Потому что они услышали других мам. Других мам. Вот в чём дело, услышали других. Да, и вот чем хорошо наблюдение, наблюдение на самом деле, оно даёт очень большой охват видения и знаний. Вот это наблюдение, когда ты не просто где-то прочёл или услышал, а здесь ты вживую слышишь, наблюдаешь, ты всё видишь. Человек не просто там пишет, и ты его не… Вот как мы говорим, другой человек совсем навстречу пришёл, оказалось бы, мне тоже казалось, выше должна быть, но другая. Вот так же и здесь. И когда ты и чувствуешь ещё человека, то вот в этой позиции наблюдателя ты действительно получаешь невероятное для себя знание на этом опыте. И тогда ты уже начинаешь создавать свою жизнь по-другому. Ну, смотри, те же самые мамы, да, с кем мы работали в чате, и мамы, с кем мы работаем персонально онлайн, да. Я ловила очень большую разницу. Смотри, какая разница была. Мамы, которые работали в чате, особенно вот тот период, когда мы вели там порядка 300 детей на момент, они привыкали, что мы их обслуживали. То есть мы откликались на любой их зов, мы откликались на любую проблему ребёнка, мы откликались на проблемы их родителей, их мужей и так далее. То есть мы вклинивались и подтягивали руку помощи, постоянно подтягивали их, подтягивали, подтягивали. И они привыкли вот к такому, и очень-очень многие, кто создал новую игру, теперь помоги мне, а потом я помогаю своему ребёнку. И получилось, что ребенок пошел в развитие, и теперь мама играет в игру ему помогающего в развитии, и мама паразитирует на ребенке, и она не дает ему выхода. И в таком случае ребенок будет продолжать играть с мамой в эту игру, пока не подрастет, либо пока мама не отвалится, и здесь уже подсознание надо включать какие-то воздействия, чтобы отвалить эту маму, чтобы дать возможность развиваться ребенку. То есть вот такие случаи, они были наглядные, мы их видели, и мы не знали, что с этим делать. Так вот, когда сейчас после этой встречи мамы начали писать, мы поняли, и я вдруг вижу, как эта тема, она сама собой схлопнулась. И при этом у этих мам не включилось эго там, я первая, я сама, я сильная, я могу, я добьюсь, я, 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 вот это я, у них не включилось. У них вдруг пришло осознание, вот я создаю, почему я создаю ерунду, давай я создам здорового ребенка, но мне для этого надо делать. И она садится и делает. И таким образом вот это я заменилась деланием. Вот я этот момент отследила, и вдруг поняла, что это сокращает выход из аутизма на годы. И это реально дает шанс детям на освобождение, на быстрое. То есть уже пример вот этот, знаешь, это вот как будто мы проделали путь по надсознанию, потом уже поворачиваешься, но этот путь можно не проходить, схлопываем. То есть нам не надо ездить, ходить пешком, можно ездить на автомобиле, потом нам не надо ходить на автомобиле, можно летать на самолете. Вот этот момент отследила сейчас после этой встречи и понимаю, что если человек вот эти вещи будет слышать и будет осознавать, то выход будет быстрее, намного быстрее. Смотри, видишь, что приводит к этому? Чувства. Чувства. Смотри, чувства. А когда чувства начинают проявляться или, как сказать, ну да, проявляться, материализовываться, именно так, проявляться, материализовываться, когда в личную ты встречаешься, в личную слышишь, и это гораздо, тогда смотри, сколько, как по-другому. То есть уже не эго включается, да, не программы, а чувства. Именно чувства. Вот они, эти телесные объятия, эти глаза в глаза, они спрятаны, глаза, когда можно за глаза, можно что угодно сказать, а когда ты вот оно прямо, искренне, вот оно ты чувствуешь. А смотри, кто-то не мог прямо сказать, кто-то не пришел. Кто-то не пришел, да. А то есть вот как фигатор. У кого есть еще, да. Да, да, да. Оно вообще так было наглядно. И какая благодарность. А какая благодарность девчонкам из Минска? Это отдельная история. И мальчишкам, да, там и мужчины, и женщины поприезжали. Но это отдельная история. Просто белорусы, любимые белорусы, они поехали поддержать нас. Блин, это просто до слез. Они знали, что мы впервые будем выступать на историю. Вот это вот та искренность, которая, да, которая вот знаешь, как до мурашек, но это действительно те люди, которые, блин, я скажу, наверное, религиозную тему, но это те люди-ангелочки, вот которые действительно, понимаешь, этот свет, который настолько искренний, и он вот рядом, он всегда рядом, он всегда рядом. Вот это офигенный свет, да. Из Минска прилететь туда, и ты понимаешь, ты их в Минске видел, и ты их видишь в Москве. Я не удивлюсь, если прилетишь, назначим мы встречу где-то в Америке, и ты увидишь там эти родные лица, понимаешь? Вот оно. Вот этот свет, вот этих, вот правда, ангелочек, вот он. Еще ты знаешь... Чистый искренний. Был один момент, который меня сразил, причем он сразил там дважды. Два мужчины, два разных мужчины, они подходили, по одному подходили. Ну вот была эта искренность, когда поток искренности, и один подошел, признался, что он военный, и искренне начал разговаривать, да, и потом второй искренне подошел, сказал, я военный психолог там, да. И вот эти вот моменты, когда мужчины раскрывают свои карты, назовем это так, показывают, рассказывают. И я же понимаю, что у них своя система ценностей и убеждений. Они абсолютно адекватные, они привыкли к научному подходу, они привыкли... У них все структурировано. У них все структурировано. Так даже когда там я дала какой-то совет, мне в ответ прозвучало так тоже. Ну, ты знаешь, для меня это было... Вот я говорю, а я кайфую от того, что эти люди были искренни. Искренни. Там были все искренни. Да, все были. Там не было людей, кто бы что-то держал за пазухой. И вот эта искренность, этот цвет, это было настолько невероятно. Это было настолько глубоко. Еще, да. Я просто была вот настолько... Я в конце просто... Я никогда так столько не плакала, сколько я плакала там. Плакала от счастья. Еще вот эту искренность, знаешь, так добавляла, когда... Вот знаешь, как подчеркивала искренность, когда книги несли, чтобы подписать. И ты понимаешь, что ты опять вот, понимаешь, это вот шло искренне, да, и опять ты смотришь в глаза человеку. Я не знаю, вот для меня это все соединялось вместе. И ты подписываешь книгу. Я говорю сейчас, у меня мурашки прямо по телу. То есть там был каждый момент, был в искренности. В искренности. Каждый, абсолютно каждый. Я когда книги подписывала, я настраивалась на человека, чувствовала. И были моменты, когда понимала, здесь надо лично, здесь надо счастливого пути пожелать, а здесь это, а здесь это. Все лично было. Все по чувствам. Даже один человек попросил, там он другому человеку подписывал, попросил, говорит, напишите вот это. Принес бумажку, напишите вот. А я не смогла написать то, что там написано. А я написала лично тому человеку. Но я настроилась, кому подарок будет, и настроилась на него, и ему написала лично. просто это, это было невероятно, это невероятно, и какая благодарность людям, какая благодарность людям за то, что они приехали, они открыли свои сердца, они открыли свои души, они, они, они невероятно. Да, я вот сейчас замолчала даже, просто окунулась опять в ту атмосферу, и вдруг почувствовала, так для себя даже, вот просто замолчала, потому что неожиданно почувствовала плотность там, то есть плотность, и я так, знаешь, как-то так раз плотность, чувствую плотность, и вдруг понимаю, это плотность сознания, одного сознания, которое там прочувствовалось плотностью, то есть это уже о материи, о проявлении материи, то есть вот там сознание, оно действительно оно уже даже чувствует, чувствовалось плотно. А практика, которую мы на курсе делали, это сознание, а потом, когда мы ехали назад в машине, когда ты погрузилась, и мы с тобой погнали работать. И мы можем сейчас абсолютно спокойно сказать, в России солнечные лучи скользнут по крышам домов в вашей стране, в нашей стране. Весной, конец марта, апрель, май. Вы знаете, вот сейчас просто время, когда солнце всходит, но лучи еще не появились. Чуть-чуть подождать осталось. Совсем-совсем чуть-чуть. И действительно, Россия свободная страна. Там свобода. В России свобода. Когда говорят о свободной Европе, когда говорят о свободной Америке, там своя свобода. Она не такая. Когда говорят о свободном техногенном Китае, мы рассказывали, да, свободный Китай, все прекрасно. Пять раз паспорт пропикал, нигде не надо человеку работать. Роботы, роботы, автоматы побежали, полностью перепрограммированные. Так вот, возьмите, где больше всего кулибинных, где больше всего озарений, где больше всего осознаний вот этих в свободе, в России. У нас мозг по-другому заточен. Мы не можем по-другому. Здесь живое сознание. Здесь живое сознание, творческое сознание, божественное сознание. Просто оно сейчас просыпается. И, знаете, когда едешь ночью по трассе, есть период, когда ты едешь в полной темноте, ориентируясь только на фары. И вот уже за пределами фар ты ничего не видишь. Там просто глухая стена. Ты даже очертаний леса не видишь. А потом ближе к пяти часам утра вдруг все начинает становиться серым, и ты уже видишь контуры леса. Потом оно все светлее, светлее, ты уже и дорогу видишь, и лес видишь. Но еще фары тебе нужны, но очертания есть. И в какой-то момент вдруг раз солнцем озаряется все. Солнце встало. Вот. Смотрите, конец марта, апрель. В России встает солнце. В два этапа. Но оно встает. И просто вот те, кто увлечен инфодайингом, те, кто увлечен созданием, те, кому была интересна практика с курса род. Просто вот в этот период вспомните что в этот период нет игрока. В этот период есть наблюдатель и создатель. Вот третью роль отложите на полочку и останьтесь в одной из двух. Либо наблюдаете, либо создаете. И переключайтесь. И поверьте, ваше сознание сыграет большую роль в том, что будет происходить дальше. знание в наблюдении, знание в создателе. То есть держите вот именно два состояния. Либо наблюдателя, либо создателя. Что вам ближе? Но внутри знания. Свобода и солнце. Свобода и солнце. Солнце восходит. Уже все. Восход солнца остановить невозможно. Уже этот процесс запущен. Он идет. Солнце пошло. Время пришло. Начинается другая игра по другим правилам. И эти правила уже сейчас создаются в головах наблюдателя и создателя. Создателя, да. Будьте создателями. Не увлекайтесь чужой игрой. Старой игрой. Чужая игра сейчас старая. Коллективная, но отстает. Там будет старая игра. А сейчас в нее втекает новое солнце, озарит. И его тоже новыми лучами, световыми лучами. А если и наблюдателя состояние будете держать, то и наблюдатель, то есть своего, то есть во всем видите свет. Наблюдайте свет. То есть свою игру, свое желание наблюдайте. Не попадайте на удочку коллективного, да, чужого, программного, автоматического. Во всем надо видеть себя. Во всем надо видеть то, что я хочу. Что мне нравится. Во всем надо видеть жизнь. Вот тогда она и будет. А создатели, они, мы, мы все создатели. А создавать тоже, ведь создавать, надо создавать для себя, от себя, а не для кого-то. Для себя это от себя, от своего состояния. А внутри, если состояние счастья, то ты и создаешь счастье. И видишь тогда счастье. А сейчас вот период начинается вот с конца октября, вот последние числа октября, где-то, ну вот как мы ехали в Москву, где-то с этого периода. Начался рассвет, когда уже все, появились очертания деревьев, и стала видна дорога, но еще серость, еще солнца нет. Вот, вот все, темнота закончилась. Вот это начинается сейчас тот период такой серости, предрассветной серости, и потом начнет сходить солнце. И этот период надо быть в благодарности тому, что видишь, тому, что имеешь, себе, своей игре, своему роду, своей стране, своему окружению, это все я, своему земному шару, это все я, своей вселенной, это все я. Вот, когда вы находитесь в благодарности тому, что имеете, вы в голове уже создаете, вот сейчас я имею, то дальше пойдет солнце, когда будет солнце, я смогу, откроются кафе, магазины, я смогу остановиться, попить кофе, я смогу зайти в лес, пособирать грибочки, ягодки, я смогу, я смогу, я смогу, и тогда вы создаёте, а что же вы сможете? Вот это уже можно закладывать сейчас, потому что уже становится светло, Господа. И почувствуете, даже сейчас вы все, вот, кто слушает нас сейчас, вы почувствовали в себе уже этот свет, вот правда? Вот я просто уверена, что внутри прям вы по сейчас, вот при этих словах, чувствуете внутри себя счастье, свет, и такой ответ даже у вас внутри, да, да, да. Мы когда-то говорили вам, дождитесь конца октября, начало ноября, должны произойти два больших события. Вот как они произойдут, потом пойдёт дальше. Зависело от того, во сколько и когда солнце встанет, да. Вот события все произошли, которые должны были произойти. Сейчас солнце встаёт. создавайте. Создавайте. Но создание возможно только из благодарности. Тогда найдите, за что поблагодарить себя, за что поблагодарить близких, за что поблагодарить род, за что поблагодарить любое ваше окружение. Ну и, господа милые, вы же помните, что если вы любите себя и благодарите себя, то вы берете ответственность за свою жизнь, а это значит, вы создаете свое любимое дело, свой любимый бизнес, свое любимое творчество, свою любимую семью. Создаете или даже занимаетесь своим любимым делом, своей любимой семьей. Поехали. Вы дома? Вы дома. Как только вы дома, солнце. Как только вы вернулись домой, дома, солнце. По-другому не может быть. И внешнее тогда вам будет демонстрировать, что вы внутри вернулись домой, и все. И тогда внутри счастье, вот оно, солнце. Внутри тепло и вокруг тепло. Слышишь, мысль пришла. Но тогда понятие духовности и материи будет очень сильно переоценено. То есть, то, что у вас в голове сейчас, а то, что должно быть, когда солнце встает, да, это совсем разные вещи. Потому что, когда вы двигаетесь в темноте, то материальное и духовное вам кажется, исходя из того, что вы находитесь в темноте. Там же страшно, там же черти пляшут. А как только свет забрежал на горизонте, подождите, там же красиво, там же интересно. И тогда материя перестает быть страшной, уже нет чертей. А появляется действительно любовь и счастье. Тогда поговорим и про духовность, и про материю, но уже с этого восприятия. А это с восприятия инфодайминга, когда вы просыпаетесь. Это с восприятия искренности, с самим собой, а создание «все есть я». Действительно, это «все я». «Все я создаю», и это состояние целостности, а не вынесенности куда-то, вовне, на кого-то, где-то, кто-то. А я так, никто, я сбоку. Лето, счастье.